Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник географии 7 класс, за авторством Душиной, Каринской, Щенева, серия Вертикаль, УМК Дронов. Австралия и Океания. Австралия – самый малый по площади материк Земли. Это единственный континент, где нет высоких гор и действующих вулканов. Большая часть Австралии находится в тропическом поясе, поэтому этот материк самый сухой. Хотя на самом деле сухость Австралии очень зависит от рельефа. На восточном побережье проходит горный хребет, пусть он и очень маленький, но этого невысокого водораздельного хребта, а его так официально называют водораздельный хребет, его хватает, чтобы Австралия была гигантской пустыней. По сути дела, не будь этих гор, и на месте половины австралийских пустынь была бы цветущая саванна. Так вот, в Австралии нет крупных озер и полноводных рек. Растительный и животный мир эндемичен. То есть, особенность растительного и животного мира Австралии сильно отличается от всех других мест. В Австралии обитают такие растения-животные, которых нет больше нигде. На материке, острове Тасмания и мелких островах расположено только одно государство – Австралийский Союз, мы его называем как Австралия, основное население которого составляют потомки переселенцев из Великобритании. В Австралии высокодоля городского населения, высокий уровень жизни населения и развития хозяйства. Параграф 27. Австралия. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Вспомните, что вы знаете об открытии Австралии. Изначально Австралию открыли голландцы, но они засекретили свое открытие, желая, чтобы Австралия досталась только им. Вот только Голландия – очень маленькая страна. У них были и другие колонии. К тому же они вели войну с Великобританией, в Европе были разные события. В итоге полноценно освоить Австралию голландцы никак не смогли. А вот потом Джеймс Кук открыл Австралию и уже Великобритания, несмотря на свои маленькие размеры, начала активно осваивать Австралию. Что такое географическое положение материка? Что это? Это, собственно говоря, где расположен материк, насколько он удален от экватора, полярных поясов, полясов самих по себе, южного или северного. Насколько он удален от каких-то океанов, от других материков. Какие карты понадобятся вам при изучении Австралии? Ну, разумеется, политическая карта не понадобится, потому что на этой территории только одно единственное государство. А вот почвенная карта, рельефная карта, карта полезных ископаемых, карта природных зон вполне может пригодиться. Географическое положение Географическое положение материка своеобразно. Берега Австралии изрезаны очень слабо. Здесь мало бухт, наиболее удобные из них расположены на юго-востоке материка. Австралию омывают теплые воды Индийского и Тихого океанов. Температурные условия способствуют росту кораллов, которые образуют известковые постройки причудливой формы. Вдоль северо-восточной части Австралии, повторяю очертания береговой линии, тянется более чем на 2000 км самый большой в мире коралловый риф, называемый Большим барьерным рифом. Особенность Австралии в ее очень большой удаленности от основных материков. Поэтому Австралия как бы живет очень обособленно. Уезжающие в Австралию, они вроде бы как на связи со всем остальным миром, но при этом они настолько далеки географически от всех основных мест и событий, что эти события совершенно Австралию никак не затрагивают. История открытия и исследования. Австралия была открыта европейцами намного позже других обитаемых материков. Этому препятствовали ее обособленность и удаленность от Европы. Еще древние ученые предполагали, что к югу от южного тропика существует земля. Эту землю открыли изначально голландцы. В первой половине 17 века они уже достигали северного, западного и юго-западного побережья материка. Много сведений собрала экспедиция голландского мореплавателя Тасмана. В 1642-43 годах он исследовал берега материка, открыл остров, позже названный его именем, также доказал, что Австралия – единый массив суши. Восточное побережье Австралии исследовал во второй половине 18 века английский мореплаватель Джеймс Кук. В результате его экспедиции было установлено, что Австралия – самостоятельный материк, а не часть большого южного материка. Рельеф и полезные ископаемые. В основании материка, за исключением его юго-восточной части, лежит древняя платформа, которая, как и большая часть Африки, входила в состав Гондваны. Покажите на карте индоавстралийскую литосферную плиту. Ну вот, собственно говоря, на карте та самая индоавстралийская платформа. Как видите, она такая вытянутая, довольно-таки большая. При этом, обратите внимание, сама по себе Австралия, она находится прямо-таки в центре платформы, поэтому ни вулканов, ни каких-то крупных молодых гор, там они полностью отсутствуют. Горы, вот так называемый водораздельный хребет, это как уральские горы, это очень древний хребет. Вот, значит, ну далее, где расположены горы? Горы расположены на восточном побережье, там, где все основные города, Сидней, Аделаида и так далее. И высота этих гор не превышает двух километров, они очень и очень невысокие. Но этих невысоких гор хватает, чтобы препятствовать прохождению влажных воздушных масс вглубь материка. Как вы уже установили, в Австралии нет высоких горных цепей, но много низменностей. И расположены они не только на побережьях, как в Африке, но и во внутренних частях материка. Плоскогорья и горы здесь значительно ниже африканских. И вот обратите внимание, что здесь показана самая высокая гора. Гора Костюшка, ее высота 2228 метров. Название дано в честь польского революционера, который, честно говоря, ничем особым в самой Европе-то, собственно говоря, неизвестен. Но у Австралии вот такое название было дано. Но в 2021 году начались очень серьезные обсуждения того, что надо бы переименовать эту гору. А то в честь, с какого, собственно говоря, перепугу, высшая точка, названа в честь какого-то там поляка. Надо в честь местных каких-то достопримечательностей назвать, местных племен. И сейчас обсуждается переименование этой самой горы в Австралии. Западная часть австралийской платформы приподнята. Здесь простирается обширная западная австралийская плоскогория, средняя высота которого от 400 до 600 метров над уровнем моря. Поверхность которого почти всюду выходят древние кристаллические породы. На востоке и юго-востоке плоскогория переходит в центральную низменность, расположенную между заливом Карпентария на севере и большим австралийским заливом на юге. Вот, собственно говоря, на карте виден Большой Австралийский залив. Ну, знаете, его сложно так полностью назвать. На самом деле, вот это вот и есть Большой Австралийский залив. А вот это залив Карпентария. Такой крупный полноценный залив. Центральная низменность покрыта мощной толщей осадочных пород. В районе озера Эйр она опускается ниже уровня океана. На восточной окраине материка, вдоль побережья, протянулись сильно разрушенные невысокие горы. Большой водораздельный хребет, так называются эти горы. Разломы и речные долины разбивают горы на отдельные массивы. Вершины их, как правило, имеют куполообразную форму. Восточные склоны гор круто обрываются к морю, западные более пологие. На крайнем юго-востоке горы достигают наибольшей высоты и называются Австралийскими Альпами или Снежными горами. Среди них находится самая высокая точка Австралии – гора Касцушка, высотой 2228 метров. В геологическом прошлом из-за движений земной коры от Австралии отделились острова Новая Гвинея и Тасмания. Австралия отличается от других материков тем, что на ее территории нет действующих вулканов, не происходит землетрясения. В Австралии рудные полезные ископаемые – золото, рудоцветных металлов, железная руда – преобладают над нерудными. Это объясняется тем, что материк сложен в основном кристаллическими горными породами. Однако Австралия богата и каменным углем, залежи которого встречаются главным образом на юго-востоке материка в осадочных породах. Есть также месторождение нефти и природного газа, но в основном месторождение нефти находится на территории океана на шельфе, а вот уголь добывается на материке. Австралия – крупный продавец этого самого угля в Китай. Используя физическую карту, обозначьте на контурной карте месторождение полезных ископаемых Австралии. Как видите, ничего особенно сложного нет. Видите, большое количество нефти и газа, обозначено треугольничками такими, с белым и черным, они расположены на шельфе, причем вдоль западного побережья. Немножко есть на территории и суше, но здесь нефти и газа достаточно мало. Вот таким вот треугольничком обозначены конкретно железные руды, то есть видно, что есть крупные месторождения железной руды. Но при этом обратите внимание, что они в основном все сосредоточены вдоль западного побережья. Тут много железных руд, хромовых руд, цветных руд, даже есть урановые руды. А вот вдоль восточного побережья большое количество угля, обозначено таким вот черным треугольничком. Здесь это тоже видно, как вдоль большого водораздельного хребта. Вот они здесь проходят. Так что ничего особенно сложного в размещении этих самых треугольничков здесь нет. Просто берете вот эту карту, да и аккуратно переносите себе. От вас не требует идеальной точности в этом переносе, так что нанесите, чтобы относительно было точно. И все. Сравните рельеф Африки и Австралии по плану. Объясните сходства и различия в рельефе материков. Ну что ж, ничего особенно сложного здесь нет. Во-первых, смотрим на общую характеристику. Здесь надо сначала тектоническая структура. Что Африка, что Австралия расположены на древних платформах. Далее. Средние высоты. Имеются в виду именно средние высоты. У Африки это примерно от 700 до 800 метров. У Австралии примерно 300 метров. Это имеется в виду средние высоты всех материков. Так что тоже видно, что особо больших перепадов нет. Наивысшая точка у Австралии это вулкан Келеманжаро. Его высота почти 6 километров. А у Австралии всего лишь гора Касцюшка. Высота которой 2200 с мелочью метров. То есть здесь разница довольно-таки велика. Наличие гор и их возраст. Вот здесь все-таки есть серьезные отличия. У Австралии это всего лишь очень древние горы. Большой водораздельный хребет. А вот у Африки есть молодые горы. Атласские горы. А также старые, драконовые и капские горы. Молодые горы находятся на севере. А старые конкретно на юге Африки. А у Австралии на восточном побережье идет тот самый большой водораздельный хребет. И потом наличие вулканов и землетрясений. Здесь все просто. В Африке они все-таки присутствуют. На севере, где молодые горы. Вдоль великого африканского разлома, где есть вулканы, там присутствуют землетрясения. А вот в Австралии, которая в центре континента, древние платформы, там полностью отсутствуют и вулканы, и землетрясения.